С головы до пят старый добрый дворец спорта и зрелищ поменял не только имя, теперь это Титов-Арена, но в процессе глобальной реконструкции обновился до неузнаваемости. И арена, и фойе, и сэндвич-панели, которые по фасаду стоят у нас, то есть практически все, и отопление, и электрика полностью вся, холодильное оборудование, поле, трибуны, ну то есть чего ни косись, практически все поменяли. Изменения коснулись буквально всего, не только того, что ближе к сердцу, но и того, что буквально ближе к телу болельщика. Новые, мягкие кресла. Пока без спинок, но все же еще идут работы. Внизу добавят еще три ряда сидений, само игровое поле на несколько метров уже уменьшили, полностью поменяли систему охлаждения, поставили систему фильтрации воды, смонтировали мультимедийный куб, на котором будут показывать повторы игровых моментов и результат матча. Но трибуны и лед еще не вся арена. Фойе у нас полностью обновится, то есть в данный момент на первый слой отшлифовали полы, плюс реставрируем колонны, которые вот были до этого. То есть материал такой же остается, просто их восстанавливают, приводят на ближайший вид. В советском гиганте скромно поселяется новое слово – комфорт. В фойе даже поставят лавочки с подогревом. Вот с таким комфортом вы могли посмотреть здесь матч еще несколько лет назад. А та вся куча мусора, которую вы видите за моей спиной, как раз то, из-за чего и закрыли знаменитый дворец. Требования пожарной безопасности. Даже пожарные щиты здесь были деревянными. Эти развалы – лишь меньшая часть того, что наполняло дворец спорта. Остальное уже вывезли. Теперь дерево вытеснили, металл, стекло и камень здесь уже даже сроки не горят. Арену обещают открыть до конца сентября, как и было положено. 4600. Столько здесь будет зрителей. Но на этом аудитория спортивных событий не ограничится. Именно здесь, над центральным входом, владелец обещает поставить большой экран, который будет вести прямую трансляцию всего, что происходит внутри. И любой прохожий сможет поболеть за любимую команду. А сегодня болельщиками с улицы были я, Андрей Дреер, оператор Александр Антропов. И все это для программы «День с толком». Продолжение следует...